Всем привет дорогие друзья, с вами Легдебест и эта нарезка будет посвящена удачным и неудачным сборам из 460 королевства за последние несколько дней. И вот первая цель из гильдии КВ-9. Это игрок 400 миллионов силы, имеющий всего лишь 7 миллионов войск. И он сейчас собирается принять полный Т4 стрелковый сбор от ГАО. Меняя сет, в креп ему кинули Т4 пехов, а своих пехов там практически не было. Принимать конечно он будет сбор на пехотной фаланге, мы пробить не смогли, но сбор полностью не растворился и давайте теперь посмотрим сколько же войск мы ему убили. В крепе там осталось 300 тысяч солдат, больнички пустые. Похоже он вообще ничего не потерял, мы ударили чисто по крепу. То есть ловушка работает очень хорошо, если бы мы сделали кавалерийский сбор, то скорее всего полностью бы растворились. Потому что смотрите, из наших стрелков выжило всего лишь 18 тысяч. 950 тысяч гроба у нас, а у противников ушли в минус 785 тысяч героических бойцов. Использован был чернокрыл, поэтому все войска противника ушли в гроб. Ну и как раз таки поэтому больничка осталась пустая. Неприятно было тем ребятам, которые кидали креп. Кстати, герои на стене врага очень даже неплохие. Практически все дают атаку и ОЗ армии. Гао на этом не остановился и пошел второй стрелковый сбор, но в этом случае Гао уже использовал построение пехотный клин, где стрелки стоят квадратом и поэтому они прошли только половину пехов и уже уперлись в Т2 кавалерию. Кстати, здесь использована дезинформация Х2, потому что по факту у противника солдат в два раза меньше. И сейчас давайте глянем на отчет Вестники Королевства. Потому что я не успел вкинуться в сбор и отчета у меня нету. Видите? Последний сбор убил врагу 2 миллиона войск. Но это очень неплохой результат, даже несмотря на то, что поджечь не удалось. То есть, как минимум, лям гроба враг получил. Потом пошел еще один сбор, опять же из фулл стрелков, но его цель уже принимать не стала. Но это понятно почему, потому что Т2 войска начали умирать и принимать третий сбор не было смысла. Он убил бы ему еще большее количество солдат. Поэтому цель ушла под щит. Сразу после этого неудачного обнуления, я нашел цель с 18 миллионами войск. Игрок из гильдии ГНК. Это наши враги. Кстати, китайская гильдия. Очень много Т2 и равное количество всех видов Т4. Таких игроков слить крайне сложно, особенно на военных талантах и на военном шмоте. Но здесь нам повезло. У врага стояла кавалерийская фаланга и не военный шмот. Щит спал примерно за 10 минут до начала обнуления. И вот вышел наш первый сбор из фулл луков от игрока Оу Ни Я. Это очень сильный игрок с хорошими статами на стрелков и имбо героями. Но сбор полностью растворился, а что-то мы здесь не получили. Враг находится не в сети, шмот не сменил. Также не сменил кавалерийскую фалангу. Мы пронесли здесь 3,5 миллиона кавалеристов и примерно лям Т4, что очень даже хорошо. Следующий сбор начал я. Также из фулл стрелков с Т2 подушкой. Перед выходом сбора использую буст на атаку армии 50%. Смотрю, со шмотом все отлично. Таланты военные. Теперь можно ждать выхода сбора. Я понимаю, что так же полностью растворюсь и отчета мы не увидим. Но моя задача сейчас убить как можно больше оставшихся кавалеристов. Давайте посмотрим, что же здесь произошло. Сколько войск удалось мне убить. Сейчас у противника 479 миллионов силы. Выходит мой сбор. Удар. И после моего сбора осталось 150 лямов. 13 миллионов войск Т2 кавалерия практически закончилась. Но все равно пехотный сбор создавать еще рано. Нужно добить остатки из кавалерии. Гао не хотел терять своего лидера. Поэтому он попросил другого игрока создать стрелковый сбор. Но, к сожалению, цель проснулась и сменила сет на военный. Также наверняка сменила фалангу. И игрок улетел на случайном телепорте. Растворяется наш сбор. И на этом, к сожалению, обнуление закончилось. Гильдия ТФД, прилетевшая застелить наши фраги, распускает свой пехотный сбор. На коврах они ускоряться не стали. Кстати, мой лидер вернулся примерно через час после потери. Потому что этот игрок ушел под щит. Кавалерии там практически не осталось. Мы ему убили больше 5 миллионов солдат. Следующая цель. Английская гильдия ОП. 20 миллионов войск. Равное количество всех Т4, Т3, Т2 и Т1 видов. То есть там есть практически все. 825 миллионов силы. Пехотная фаланга. Посмотрите на героев на стене. Он использует Примадонну и Мудреца Штормов. Это абсолютно бесполезные герои для защиты от сборов. Ну и конечно от солоатак тоже. Гау не стал создавать Т4 кавалерийский сбор, потому что не хотел рисковать. Сделал сначала сбор из Т2 кавалерии без лидера. Мы выносим 5 миллионов силы. И это где-то примерно лям Т1 плюс немножко Т2. У врага остается тем временем 18 миллионов войск. Вроде бы он не в сети. Шмот не сменил. Также не сменил фалангу. Поэтому следующий сбор уже будет с лидером и Т4 кавалерией. Я вкидываю 100 тысяч, потому что игроков в онлайне у нас хватает. Сбор будет полный. И отчет мы, надеюсь, что получим. Враг находится на полной ферме. Т2 войск там меньше, чем по 2 миллиона каждого вида. Соответственно, этого недостаточно, чтобы съедать сборы. Вероятность того, что мы сразу подожгем цель, очень велика. И вот выходит кавалерийский сбор от игрока Оуния. Кавалерийский сет там довольно неплохой. Есть несколько оранжевых шмоток из сета чемпиона. Мы оставляем 14 миллионов войск противнику. Пронесли большую часть пехоты. Но пехота там еще остается. И вот выходит сбор от гильдии ТФД. Из фулл кавалерии. Ну и, конечно, этот сбор добьет уже всю оставшуюся пехоту. И следующий сбор сделает Гао из фулл до четвертых луков. Сейчас мы быстренько вкинемся. И посмотрим на отчет первого кавалерийского сбора. После удара гильдии ТФД противник проседает больше чем на 50 миллионов силы. И там остается всего лишь 10 миллионов войск. В основном одни стрелки и немножко кавалерии. Лям кавалерии Т4 класса. А вот отчет первого сбора. Мы потеряли 718 тысяч солдат в гроб. А у противника 5 миллионов войск уходят в минус. Это Т1, Т2, Т3 и Т4 пехи. Получился очень красивый отчет. Честно сказать, мы такого не ожидали. Вышел сбор от гильдии Х-13. Он похоже так же из фулл стрелков, как и наш сбор. Но мы ударим первыми. И противнику оставим только стрелков. А мы убьем всю кавалерию. 625 миллионов силы остается у врага и ударяет сбор от гильдии Х-13. Выносит 40 миллионов силы. И сейчас пойдет Гао добивать противника в соло, чтобы не отдать оставшиеся фраги гильдии ТФД. Потому что скоро выходит их пехотный сбор. Пошла вторая атака от Гао. Ускоряется на ботинках. Удар. Еще минус 20 миллионов силы. Сейчас главное успеть поймать лидера до удара вражеского сбора. И вот вылетают две пехотные атаки от Гао и от Оуния. И все. Цель полностью обнулена. Лидер пойман. Сидит в тюрьме. У Оуния. Вот у этого сборщика. На этом обнуление закончилось. Теперь можно посмотреть последний отчет от нашей гильдии G. Здесь мы вынесли 85 миллионов силы. Потерь у нас практически нету по сравнению с предыдущими сборами. И вот такой вот отчет. Выносим абсолютно всю кавалерию и немножко луков. Больше ляма Т4 уходит в гроб. И теперь я хочу показать вам фрагмент со стрима. Ссылочка на стрим будет в описании. Я покажу вам только первый сбор на игрока с 22 миллионами войск. Там стояла пехотная фаланга. По 3 миллиона каждого Т4. И по 4 миллиона Т2 стрелков и кавалерии. Такие цели должны растворять 10, 20, а то и 25 сборов. Находясь на военном шмоте и на военных талантах. Но данный игрок находится не в сети и на полной ферме. И мы кавалерийским неполным сбором поджигаем и выносим 2 миллиона 800 тысяч Т4 пехов у противника. Минус 90 миллионов силы вы просто посмотрите. Это какие-то чудеса выживаемости. Гао сам не верил, что сможет поджечь такого противника. Выжили только осадки. На этом у меня все, друзья. Если вы хотите посмотреть это обнуление полностью, то переходите по ссылочке на стрим. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok